У нас есть две новости, которые я должен был сказать еще пару дней назад. Одну новость я уже опубликовал, это связано с голосовалками. Вторая же новость заключается в том, что доступны некоторые корабли. Это 890-ю, которые уже раскупили, Hammerhead, 600-ка, Reclusia, Valkyria, Caterpillar, Retaliator Bomber по кличке Rita, Vanguard Warden и Freelancer Miss. Сама по себе такая новость относительно кораблей является беспонтовой, потому что эти кораблики не LTI-ки. И изначально эту новость я вообще хотел запустить у себя на сообществе. Но я так могу предположить, что это сообщество мало кто читает. По крайней мере активность комментов здесь не очень большая. Возвращаясь к этим корабликам, у которых нет LTI-ки. Ну я уже говорил, что Cloud Imperium Games частенько перед большой продажей впаривает что-то не очень хорошее. Это нормальная практика, потому что буквально месяц-два назад была точно такая же продажа. Однако здесь есть интересный момент. Вместе с тем, как открыли кораблики, у нас открылись и апы. Для тех кораблей, которые продаются не всегда. И вот тут, по идее, мне надо сделать нормальный гайд. Объяснить, что такое buyback. Объяснить, как из него выкупается. Объяснить выкуп за реал, выкуп за токен, когда тратится токен, как накладываются апы, как они buyback-аются, что происходит с ценником. То есть, грубо говоря, вот черепашка. У нее такой ценник. Но официально ее стоимость немножко другая. Точно так же пройтись по Warbond. И это все дело правильно рассказать. Как правильно апать, накладывать, резервировать, держать в ангаре. В общем, всю вот эту муть. И тут есть две проблемы. Ну, с первой я уже смирился. То, что мне опять придется в Cloud Imperium Game закинуть деньги на опыты, чтобы показать, как это все дело делается. Потому что вот сколько раз я уже это показывал, вот типа нажмите сюда и вот там восстановите, и вы в ангаре что-то получите, и не прокатывает. Здесь надо именно кликнуть, именно показать, куда что нажимать. Это я вот еще раз говорю, знаю не понаслышке. И вторая проблемка то, что вот этот вот гайд я буду делать какое-то время. То есть, прямо сразу родить я не смогу, это факт. Так, с первой проблемой относительно того, что я опять потрачу деньги, чтобы что-то показать, я уже смирился. Относительно второго варианта, в принципе, смирился тоже. Только мне надо будет время. Поэтому, как мы поступим? На моем канале уже есть подобные гайды, что такое LTI, что такое buyback, они все разбросаны по кусочкам. Также, не так давно, как продавались мотоциклы, я в этом видео прям взял мотоцикл, LTI-ку, и из нее собрал там Avenger, потом какие-то 300-ые версии, я уже не помню. Ну, в общем, я это дело продемонстрировал. Поэтому, как мы сделаем? Тот, кто понимает, что такое апы, что с ними надо делать, вообще надо ему или нет, тогда вперед. Тот, кто не знает и не понимает, что это такое, пока что временный вариант, я прикреплю вот эти вот старые видяшки, пока буду рисовать новую видяшку. Также по поводу памяти. Мне частенько напоминает относительно памяти сделать обзор. Тут, как бы, такая ситуация не очень простая. То есть, у меня есть материал, я знаю, что надо показывать, и я знаю, чем можно удивить. То есть, не проблема. Но, скажем так, меня очень сильно раздражает именно моя съемка, как я ее делаю. То есть, вот эти вот шумы, и я прекрасно понимаю, что меня сейчас начнут учить, рассказывать там про ISO, свет, как это все правильно делать. Ребята, у нас есть свет, и когда есть у нас необходимые объективы, фотики, которые вот внизу слева лежат, и так далее, это все хорошо делать. Когда у тебя этих вещей нету, ну, как бы это такое себе. Проба пера записи была сделана на разнице SSD-шника и HDD-шника. Если вас устраивает такое качество, окей. Если не устраивает, беру и делаю проще. У нас сейчас современный мир, аренда оборудования стоит небольших денег. Приезжаешь, берешь на пару дней, отснимаешь в шикарном качестве, все великолепно. Тут еще супер шлемак есть, но я его арендовать не буду, ребят. Теперь итог. Голосовалки предоставил видео. По поводу новых кораблей предоставил видео. По поводу LTI, buyback, f-up, как это делать, тоже все прикреплю. Новый гайд запилю. Про память прекрасно помню. Далее посмотрю ваши комментарии, буду относительно этого ориентироваться. Шлемофон точно арендовать не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова